Музыка Всем добрый день! Мы находимся в начале апреля И сегодня уникальный случай Когда можно на одном кусту показать Два разных варианта обрезки То есть одна обрезка будет производиться На короткие рожки Которую применяют в основном В промышленных виноградниках Но мы применяем В основном немножко другой вариант Обрезки Это будет второй вариант Который я вам покажу При помощи сучка замещения И плодовой стрелки мы будем получать В этом году урожай Вот в основном таким образом Мы и обрезаем наш виноградник На примере одного рукава Можно понять Как это делается на всем кусту И вот эти вот длинные рукава У нас получились В силу тех причин Что куст был посажен Немножко не в ряду А по зарядам Вот вы видите Это крайний столб у нас И вот И из расчета Что все-таки мы На эту плоскость Выведем этот куст Вот эти вот длинные рукава Так у нас и получились Вот сейчас Давайте разберем Первый вариант обрезки Допустим у нас Рукав идет И на этом рукаве Вот эта вот плодовая стрелка Которую мы в прошлом году Подвязали У основания И перед последним узлом Дала нам в прошлом году Из каждого глазка практически Побеги Эти побеги Отплодоносили На каждой вот этой Лозе Которая называлась В прошлом году В своем травянистом состоянии Побегом Она каждая дала урожай Мы этот урожай собрали В этом году можно Поблагодарить вот эту Плодовую стрелку И если мы применяем Первый способ обрезки На короткие рожки То она у нас остается Вот эта вот часть Рукава горизонтальная Те лозы которые смотрят у нас Из глазков Верхних Мы будем формировать Короткие рожки Как это делается Вот смотрите Сейчас я закладываю Основу для того Чтобы понять Как будет в будущем Обрезаться Вот этот наш рукав На урожай Значит мы выбираем Те лозы которые смотрят У нас Вверх Как раз между ними Будет достаточное расстояние А например Вот эта которая смотрит Вбок Мы ее с таким пенечком Обрезаем Вот эту лозу Я сделаю так Чтобы было более понятно Чуть подрезаю Чтобы было пространство Для лучшей визуализации Оставляем Вот эту лозу На урожай будущего года Можно обрезать На два глазка То есть если Сорт винограда Позволяет Получать урожай С почек Находящихся у основания Лозы Что свойственно Большинству Европейских сортов Винограда То мы тогда Сделаем так Чтобы этот рожок У нас имел Два вот этих вот Глазочка Обрежем наискос Для того Чтобы пасока Вытекающая Из этой ранки Стекала Не прямо на глазок А немножко в стороне В противоположной стороне Чтобы был этот путь Замечено Что в этой пасоке Которая На 95% Состоит из воды Есть какая-то Все-таки Ядовитая составляющая Которая обжигает глазки Если по ней Стекает вот этот вот сок Сейчас у нас Период Интенсивного плача Плач Это свидетельство того Что в зоне корней Достаточно влаги И никакой угрозы Вообще не представляет Обрезка винограда Вот в этот период времени Такая методика Академика Негруля Который говорил Что это один из методов Разгерметизации Сосудистой системы Уменьшающая давление На глазок И тем самым Позволяющая Этому глазку Находиться в более Закрытом состоянии Максимально долго Ну пусть даже 5-6 дней То есть это Достаточный срок Для того чтобы Увести на этот период времени Виноградный глазок От распускания И уменьшить Риск повреждения его Весенними заморозками Потому что закрытый глазок Может выдерживать Отрицательную температуру Но если он уже превратился В небольшой побег То температура Минус 1 уже Чревата И пагубна Для этих вот Молодых зеленых побегов Поэтому вот такая Методика обрезки В тот момент Когда происходит Интенсивный плащ Она оправдана И она научно Обоснована Академиком Негрулем Что мы делаем дальше Смотрите Вот у нас Следующая идет Лоза Мы ее тоже Обрезаем наискос Уже в противоположную сторону От глазка У нас срез Дальше Вот мы видим Три глазочка Этот первый Слишком близко Мы его не считаем Так же как не считали Вот этот вот глазочек Поэтому мы можем Сделать вот такой вот Косой срез Это называется Обрезка на рожки Еще раз подчеркну Для тех сортов В основной массе Своей европейской Которые способны Давать урожай Из глазков Находящихся У основания Вот этой вот лозы Узбекским сортам Не свойственно это Потому что У большинства Азиатских сортов Урожайность начинается С пятого Шестого глазка То есть седьмого Ну в частности Мы занимались Раньше резоматом И могу с уверенностью Сказать что С четвертого Пятого То есть шестого Глазка Мы получаем только Урожай Идем дальше На этой лозе Мы обрезаем Наискос Эта лоза у нас Неудачная Она у нас Не созрела Она у нас Вообще здесь Не к месту Что мы делаем дальше Вот смотрите Вот смотрите Здесь у нас Последняя лоза Она Будем считать Ее лишней Удалим ее Полностью отсюда А вот эту лозу Мы обрежем Так же И вот я думаю Картина прояснилась Потом я уберу Эти все лозы В нынешнем сезоне С этих глазков Пойдут побеги И эти побеги Нам будут давать урожай Потом мы Удалим вторую А то и третью грозь На каждом побеге И у нас Получится что здесь Сколько у нас рожков Столько будет И гроздей А возможно даже В полтора В два раза больше Потому что С каждого рожка Мы ожидаем Два-три побега На каждом из них Будет по одной грозде Висеть Теперь Рассмотрим Второй вариант обрезки Второй вариант обрезки Заключается в том Что мы Оставляем В плодовом звене Два компонента Один из них Будет называться Сучок замещения Это очень важный элемент Который позволяет Удерживать Ежегодное Удлинение Нашего рукава То есть Удерживать его В тех рамках Которые отвел Для виноградного куста Человек Виноградарь Или хозяин куста Если мы Не оставляем Сучок замещения А только Лишь плодовую стрелку То Из основания Этой плодовой стрелки Из почек Может не вырасти Никакого побега Следовательно Следующий побег Который хотим Оставить на урожай Оставим дальше Чем Начинаются Вот эти вот лозы И получится так Что Из года в год У нас все дальше И дальше Будет Удлиняться рукав И он выскочит Из своего пространства Отведенного ему И тогда он займет место Соседнего куста винограда И что нам останется делать Мы увидим Что Образовался беспорядок На нашем винограднике И для того Чтобы удлинение Неизбежное удлинение Рукава ежегодное Каким-то образом удержать Для этой цели Применяют Сучок замещения Для того Чтобы классическую схему Увидеть на практике Сучок замещения Плюс плодовая стрелка А то и усиленное Плодовое звено Состоящее из двух Плодовых стрелок Я покажу Как оно выглядит Значит Обращаемся К основанию Нашего рукава У основания рукава Ближайшая лоза Которая хорошо вызрела И обладает Визуально Всеми свойствами Перезимовавшей лозы Набухающей почки Мы видим Мы эту лозу Обрежем На 2-3 глазка Вот таким образом Срез делаем В противоположную От глазка Сторону Чтобы его меньше Повреждала Вот эта вот пасека Вытекающая Из этой ранки Что мы делаем дальше Дальше нам нужно Определить Что будет являться Плодовой стрелкой То есть Плодовая стрелка Это та часть рукава Которая нам В этом году Из каждого глазка Даст зеленый побег А на этом зеленом побеге Будет расти Гроздь винограда По образу и подобию Как мы делали раньше Обрезку на рожки Только у нас Отсюда будут выходить Зеленые молодые побеги С урожаем А если мы оставляем Плодовую стрелку То из глазков Плодовой стрелки Будут выходить Мы обычно эту схему И применяем Значит С сучком замещения Мы определились Это лоза Ближайшая К основанию Нашего Рукава Которая Будет сдерживать Ежегодное Удлинение Нашего рукава Потому что Из этих глазков В этом году Вырастут побеги Нижний Опять же Мы обрежем Накоротко На сучок замещения А один из верхних Более дальних От этого вот сучка Замещения Мы определим Опять же На Плодовую стрелку Но это у нас Произойдет Только на будущий сезон Пожалуйста Будьте внимательны И не запутайтесь В этом году У нас Из этого сучка Замещения Будут выходить побеги Которым мы дадим Рост На них может быть урожай А может урожая не быть Кто-то говорит Что на этих побегах Оставлять урожай Не стоит Но при том Что мы не оставим Урожай на побегах Этого года Они у нас будут Очень толстыми И жирующими Возможно И такое И очень часто Оно возможно Во-первых Они находятся Ближе к корневой системе Эти побеги Могут перехватывать На себя всю инициативу Не пропуская дальше Большинство питательных веществ И если мы не оставим На этих побегах урожая То они будут Чрезвычайно Толстыми И возможно Даже на будущий год Непригодными Для того Чтобы мы их Могли применить Как плодовую стрелку И сучок замещения Поэтому На этих побегах Мы все-таки Урожай будем оставлять Они у нас будут Полноценными побегами И вот смотрите На практике Как оно выглядит Вот если Эта вот лоза Ближайшая К основанию Нашего рукава Была обрезана Накоротко Дальше мы должны Обрезать следующую лозу На 8-12 глазков По желанию И выбрать Какая же будет лоза Например У нас есть несколько вариантов Вот одна лоза Которая идет Следующая За этим сучком замещения Она тоже у нас Хорошо выглядит И хорошо вызрела На ней мы видим Тоже набухающие почки Потом идет Вот эта лоза Она была Прошлым летом Обрезана С нее вырос пасынок Она тоже хорошо себя чувствует Но есть у нас еще Третий вариант Лоза Которая Максимально удобно Расположена Для того Чтобы мы Могли ее Применить Как плодовую стрелку Вот так мы и поступим Смотрите Вот это у нас Сучок замещения Здесь у нас В не очень удачном месте Расположены Следующие лоза Которую мы просто Можем взять и Обрезать сучком С таким небольшим Пенечком С небольшим Пенечком Для того Чтобы оно Заживая Сузилось И посохло В итоге Вот это Нам тоже Не очень надо Потому что Мы определили уже Что основание Вот этой лозы Которую мы Определили Для будущей Плодовой стрелки Оно Расположено Максимально удобно Для того чтобы лечь На эту проволоку И Занять свою позицию Вот так же Как прошлогодняя Плодовая стрелка Лежит на вот этой Вот проволоке То есть Значит нам надо Удалить Вот эту вот лозу И вот эту лозу Опять же С небольшим Пенечком Если мы не планируем Оставить усиленное Плодовое звено То есть Плодовое звено Усиленное Выглядит следующим Образом Это я сейчас удалю Потому что Никудышная Лоза Не перезимовала Хорошо И она черного цвета Значит усиленное Плодовое звено Выглядит каким образом Вместо одной Плодовой стрелки Мы можем оставить Их две И положить Друг на друга И тогда Те почки Которым повезло И они хорошо Перезимовали Дадут побеги Зеленые На одной Плодовой стрелке Допустим Их будет три И вторая Плодовая стрелка Будет Постраховывать Первую На ней тоже Может получиться Три-четыре Зеленых побега Если куст достаточно Взрослый И способен Тянуть Усиленное Плодовое звено То можно Оставить Вместо одной Плодовой стрелки Еще одну Плодовую стрелку Которые Обе находятся Обе лозы Находятся Выше нашего Сучка Замещения Это я удалю Чтобы он Не мешал Показывать нам Две лозы Оставляемые На плодовую стрелку Так Вот и смотрим Значит Такое решение Мы сейчас примем Наверное Все таки Давайте сделаем так Оставим усиленное Плодовое звено Для того Чтобы потом В процессе Начала вегетации Когда у нас Начнут распускаться Почки Из них пойдут побеги Выявить Самые урожайные На которых висит Соцветие А бесплодные удалим И таким образом Мы разрядим Загущенность И если На одной плодовой стрелке Будет например Три побега С тремя гроздями То и на второй Плодовой стрелке Мы оставим Тоже три Или четыре Побега С гроздями Значит Вот это все Что выше Определенной нами Плодовой стрелки Будущей Вот эту часть Которая Плодоносила Мы обрежем В этом месте Сказав Этой плодовой стрелке Прошлогодней Огромное спасибо За то что Оно нам Оставило Память О вкусном Сладком винограде Это мы удаляем Значит Картина у нас Проясняется Смотрите У нас сучок Замещение остался Дальше у нас идет Вот это вот лоза Которую мы обрежем Ну Не будем считать Эти глазки Представим Что На метровой Вот Длине Мы обрезаем Вот эту вот лозу И у нас в итоге Остается что Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь глазков Вот как я и говорил Раньше От восьми до двенадцати Глазков мы оставляем Это мы удалим Вот эту плодовую стрелку Мы берем Нагибаем И вот в этом месте Делаем Подвязку И получается у нас Вот такое вот Состояние вещей Вторая плодовая стрелка У нас будет Простираться Чуть-чуть дальше Мы ее тоже обрежем Приблизительно Вот на вот этой вот Высоте Сколько у нас тут глазков Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Тоже восемь глазков И вот и получается Вот эту вот Плодовую стрелочку Мы Заводим сюда Подвязываем В этом месте Перед последним узлом Вот таким образом Можем ее чуть-чуть дальше Продлить Она у нас будет Вот так выглядеть А перед ней будет Вот эта плодовая стрелка Мы ее со второй проволоки Снимем И она примет Вот такое вот Горизонтальное положение И получается Что у нас И одна И вторая плодовая стрелка Будут занимать Горизонтальную позицию И придать тем самым Равное расстояние От глазков До нашего солнца И они все Эти глазки Которые хорошо Перезимовали Должны Проявить свою Жизнеспособность В этом году Так что ребята Вот вам два варианта Обрезки Кто применяет Первый вариант Обрезка на рожки Кто применяет Второй вариант Можете пробовать Можете пробовать Комбинированную Обрезку винограда Один рукав На рожки Будет обрезан Второй рукав Будет обрезан На плодовую стрелку И сучок замещения Вот такой вид У нас приняло Плодовое звено После обрезки И подвязки Пришлось Плодовые лозы Они же Плодовые стрелки Подвязать В трех местах Для того Чтобы немножко Убрать этот калач И тем самым Уровнять Приближение К солнцу Всех глазков Этих Наших Плодовых стрелок До новых встреч Всем желаем В этом году Хороших урожаев Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»